Приветствую вас, Иван. Я думаю, что девушка не идёт на контакт по одной весьма простой причине. Это причина такая, что она не такой человек. То есть для неё не совсем привычно идти. Первый. На примирении. Вот для неё это не привычно, но она не привыкла. Есть люди гордые, которые не могут вот первые тенегенды на контакт. Люди, как-то, просто боятся делать подобные вещи. Боятся первыми идти на примирение. Потому что в их опыте первичные изменения, да, это проявление какой-то вот слабости. Это проявление какого-то негатива. Это проявление какой-то уязвимости. Вот. И люди этого не хотят. Люди этого не хотят. Поэтому, соответственно, и не, как бы, на примирение никто не идёт. Ну, то есть, вот. Девушка, да, ваша, она, по этой причине, в том числе, может не идти на примирение. Понятно, что могут быть и другие причины, но она не идёт на примирение, потому что это не она. В буквальном смысле этого слова, если она пойдёт на примирение, то это уже будет не она, а какой-то другой человек. Вот. И здесь, на мой взгляд, очень важно понимать, что вы выбрали такую девушку. Сами. Вот. Такую, которая не идёт на примирение. Вот. И, в общем-то, либо вы принимаете её, либо нет. То есть, суть вариантов. У вас не так много вариантов. С другой стороны, с другой стороны, если вы сами продемонстрировали девушке, что готовы идти на примирение. Как бы первым, то возникает, на мой взгляд, вполне такой логичный вопрос, да, вывод. Зачем? 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 Зачем ей что-то делать? Тогда? Да. То есть, если вы позволяете ей, ну, не идти на контакт. Не, 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 не первой, не, извиняться. Вот. Ну, вы позволяете ей это делать? И, всё. Поэтому, она так себя ведёт. Вот. Так что, здесь, всё предельно понятно. На мой взгляд. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что вам это понятно. Ну, другой вопрос. Другой вопрос. Как вас это вызывает? Вот. Вот. И, выдевает ли это важно? Если выдевает, то как и чем? Опять же, очень важно понимать, из чего возникают конфликты. Что составляет конфликты? Какой вклад вы вносите в конфликт? Потому что, можно же просто не доводить до конфликта. Можно же просто сделать так, чтобы ссор не было. Ну, понятно, что это, это потребует определённых ресурсов. Вот. Безусловно. Безусловно. Это потребует определённых ресурсов. Но, мне кажется, что это вполне реально. Вполне реально сделать так, чтобы не конфликтовать с девушкой и не доводить до ссор. Особенно, если вы знаете, что она первая не извиняется. Вот. С другой стороны, вам можно спросить себя, спросить себя, хочу ли я ломать человека. Да. То есть, ну, хочется ли мне ломать девушку. Вот. И заставлять, ну, по факту, по факту заставлять её делать то, чего она не хочет. И заставлять её извинять, если она этого не хочет. и, что мне это даст. Вот. Лично мне. Что это даст. Что даст лично вам, то, что она будет извинять. Ну, то, что она перед вами извинится. Например. что она. Вот. Вот. ну, лично я более чем уверен, что проблемы это не решить. не решить. Ваши проблемы это не решить. Не решить. Проблем ваших отношений. вот. Потому что они у вас выстроены не так неверно. И, опять же, даже сами по себе изменения имеют смысл только в определённом контексте. то есть, эм например, в контек... в контексте ну, допустим. Допустим, в контексте выработка новых решений. Например. а если вы просто изменяетесь перед девушкой и дальше ничего не происходит, то какой в этом смысл? Ведь ничего не меняется. Вот. Поэтому здесь я могу вам ответить примерно так. так. То есть, в целом, я начал бы с того, чтобы разобраться в ваших чувствах связанных с поведением девушки. Как вас задевает вот то, что она себя ведёт. Так. И дальше уже от этого бы отталкивалась. То есть, здесь ключевой вопрос не в том, почему девочка не идёт первая на контакт, а как происходит так, что вы ссорите, что приводит к ссорам. И какова ваша личная ответственность за возникновение этих самых ссор. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго. И удачи. до новых встреч,